В разных странах Министерство внутренних дел выполняет разные функции. Где-то крышуют мафию, где-то сами этой мафией являются, где-то действительно борются с преступностью. Особняком тут стоит МВД Южноафриканской республики. В его недрах родилось предложение узаконить многомужество. В ЮАР многоженство – вещь привычная. Например, у бывшего президента страны Джейкоба Зумы четыре жены. По две-три жены есть у многих политиков, бизнесменов и артистов. Для жителей ЮАР наличие гарема – такой же показатель успеха, как золотые часы, дорогой автомобиль или роскошный дом. У бедняка не может быть нескольких жен. Ему просто не хватит денег ни на выкуп за двух или трех невест, ни на их содержание. Так что многоженство для южноафриканских мужчин – это история статусная. При этом по законам страны мужчины и женщины равны в своих правах. Там вообще очень либеральная конституция, которая не только легализует многоженство, но и разрешает однополые браки, а также обещает, что никто не может быть подвергнут дискриминации по религиозному, расовому или половому признаку. Но ведь запрет на многомужество при разрешенном многоженстве – это же как раз и есть дискриминация по половому признаку. По крайней мере, так думают в Управлении южноафриканского правительства по внутренним делам. Аналоги нашего МВД. Юристами этого ведомства уже разработаны поправки в семейное законодательство, которые должны разрешить южноафриканкам брать себе нескольких мужей и оформлять с ними отношения. Идею изменения законодательства эти юристы объясняют тем, что нынешние уложения были во многом заимствованы из практики колониальных империй, прежде владевших Африкой, строятся на чуждых африканцам традициях и вообще уже не соответствуют современным реалиям. И потому, если кому-то захочется законно иметь нескольких мужей, государство должно эту возможность предоставить. Предложенные поправки еще не приняты. Их рассмотрению парламентом будет предшествовать общественная дискуссия, которая обещает быть жаркой и долгой. В поддержку изменений уже высказались правозащитники. Причем они предлагают в принципе убрать из закона упоминание о многоженстве или многомужестве и составить его таким образом, чтобы речь шла о супругах без указания на их пол. Таким образом, каждый южноафриканец или южноафриканка сможет вступать в брак с несколькими людьми разных полов, если пожелает, конечно. Но есть у инициативы легализации многомужества и ярые противники. Они уже успели заявить, что многомужество – это совсем не африканская традиция, что легализация такой практики приведет к разрушению традиционных семейных ценностей, лишит институт брака святости и вообще навлечет на страну бедствия, прежде неслыханные и невиданные. Во главе движения против многомужества оказался популярный в ЮАР телеведущий Муса Мселеку. Он записывает эфиры, в которых яростно критикуют саму возможность женщине иметь больше одного мужа. Мселеку переживает за детей в таких браках, которые не будут точно знать, кто их отец, за родных женщин из таких семей, которые, по его мнению, будут сгорать со стыда, зная, что их дочь или сестра делит постель с несколькими мужчинами. Многомужество учит телеведущий, путь к упадку и деградации общества. Кстати, у самого Мселеку четыре жены, и он не видит в этом ничего плохого. Субтитры создавал DimaTorzok